Контрольно-счетная палата Ставропольского края отчиталась об итогах работы за 2015 год. Финансовых нарушений стало в разы меньше, но при этом поменялся и их характер. В основном сталкивались с финансовой неграмотностью, чем со злостными нарушителями. Люди не успевали следить за изменением, динамичным изменением бюджетного законодательства. Вот это серьезный вопрос. Минимизировали практически нецелевое использование средств. Всего 5 миллионов за весь год по всем из 32 миллиардов проверенных. Практически нету неэффективного использования средств. Это отголоски тех решений, которые были приняты в прошлых годах. Кроме того, в Краевой думе министр финансов Ставрополья Лариса Калинченко рассказала, кому и сколько должен Ставропольский край. В основном в структуре долга приобретают коммерческие заимствования. Мы должны почти 20 миллиардов кредитов банков. Цена этих денег на сегодняшний день от 8 до 13,5 миллионов, до 13,5 процентов годовых. 4,7 миллиарда у нас облигаций и почти 9,7 миллиарда рублей. Это кредиты бюджетные, которые мы должны Российской Федерации. Причем размер задолженности растет. Эксперты считают, что оптимальное значение долга 13 процентов. На Ставрополье этот показатель превышает 22 процента. По словам министра финансов Края, перспектива роста в доходы и уменьшения госдолга есть. Но не в ближайший год, а в перспективе. Тамара Годомская, Мария Жирова и Владимир Кириллов. АТВ Ставрополь.